Какого цвета шерсть белого медведя и какие созвездия можно увидеть в небе над Арктикой? На такие вопросы отвечали участники экологического географического квиза «Тайны третьей планеты». Финал интеллектуальной игры прошел в Роевом ручье. Специалисты парка также приняли участие в разработке заданий для школьников. Насколько сложными они оказались, расскажет Наталья Архипова. Угадать обитателей Арктики по звуку пытаются финалисты эколога географического онлайн-квиза «Тайны третьей планеты». Первые этапы проходили онлайн и длились полгода. На старте было 735 участников из разных точек планеты. Пройдя множество испытаний, в финал вышли 18 человек. Вопросы довольно непростые. На какие-то нужно просто знать ответы. То есть не читать, не изучать. Я, получается, проходила все туры, которые были до вот этого. Насколько сложные. Ну, 50 на 50. На некоторые знаешь ответы, на некоторые нет. Но всегда же интересно узнать что-то новое. Опорной площадкой квиза стал Роев ручей. Специалисты парка разрабатывали вопросы о краснокнижных животных, уникальной природе Арктики и особо охраняемых природных территориях. Нам очень приятно общаться с ребятишками, которые интересуются живой природой, которые не сидят сейчас в компьютерах, как сидят вообще что-то новое для себя. Какие-то новые знания открывают, открывают новые высоты. Мы подпитываемся такими людьми, подпитываемся их знанием, их любовью к жизни. Поэтому мы и участвуем. Инициатор квиза компания «Ванкор» подготовила для участников финала и победителей особенные призы. Ребята получают благодарности, брендированную канцелярию и мягкую игрушку, как подарок с особым значением. Они тоже экологические тематики, экологические составляющие. Самый главный для нас приз – это медвежонок Умка. Может быть, он какой-то символ всей нашей экологосберегающей деятельности, потому что это арктическое животное, находится на территории Арктики. И, наверное, первый, кто почувствует на себе изменение климата или изменение природы. Организаторы также говорят, география участников и их количество – показатель того, что молодые люди неравнодушны к проблемам экологии. Значит, есть возможность, что такой квиз станет ежегодным. Наталья Архипова, Сергей Раков, 7 канал.